И тут табак, и еще табак, табачик насыпали. Здравствуй, друг! Добро пожаловать в мою коробку. Табачные одноразки. Сегодня у меня на обзоре одноразовые системы от ребят с компанией ProVape. Starbucks STB 10000 затяжков. Я уже делал, по-моему, летом, где-то в июне или в июле. Я эти месяца постоянно путаю обзор на их одноразовые системы. Сейчас у ребят вышли новые вкусы, и мне их подприслали на обзор. В любом случае, перед началом основного обзора я должен сказать тебе о важной информации. То, что, во-первых, это одноразовые системы, их после использования необходимо куда-то девать. Их нельзя выбрасывать в мусорку, их нужно утилизировать. Специально предназначенные для этого места, где утилизируются аккумуляторы и батарейки. И также внутри них находится никотин, содержащая жидкость. Мы прекрасно знаем, что никотин это яд, он вызывает зависимость, также он вызывает привыкание. И если ты будешь употреблять никотин, содержащие продукты, коим этот продукт и является, то никотин, содержащийся в них, может серьезно навредить твоему организму. Я просто тебя об этом предупреждаю. Несмотря на все то, что все здесь пахнет какими-то фруктами, ягодами или же десертными запахами, вейпинг это все равно вредная привычка. И я на этом настаиваю. По комплекту поставки у нас абсолютно ничего не поменялось. То есть у нас вот такие вот переливающиеся коробушки. Внутри коробушки, конечно же, у нас есть пакетик. Пакетик у нас является контролем первого вскрытия. Мы его, естественно, перво вскрываем. Внутри будет находиться одноразовая система такого вот классического формата. Я еще в прошлом обзоре говорил, если бы вот здесь еще и кнопка сверху была, так это вообще чудо было бы чудесное. Волшебство волшебное. Короче говоря, наверху есть затычка, конечно же, по классике жанра в загубнике. И на жопке есть стикер, который необходимо нам отлепить, чтобы это устройство, в принципе, работало. Потому что этот стикер закрывает у нас разъем для зарядки по Type-C, конечно же. Устройство у нас перезаряжаемое. И также забор воздуха. Все так же у ребят нет регулировки затяжки. Но по прошлому обзору я помню то, что там была нормальная затяжка. То есть она меня вполне устраивала. И я тебе даже больше скажу. Две одноразовых системы после обзора предыдущего я выпарил полностью. Были очень хорошие вкусы. Сегодня нас будут, ребята, подчивать разнообразными вкусами. И включая пять вкусов, которые у нас сегодня будут на обзоре, будут два табачных. Попробуем, что у нас за табачки. По-моему, первый вкус у нас сразу же здесь будет табачный. По техническим характеристикам, если тебе важна эта информация, объем жидкости внутри у нас 10 миллилитров. И аккумуляторная батарея здесь 650 миллиампер часов, стандартная. Нормальный размер аккумулятора 600-650. Все, что больше, это нам уже не нужно. Ну, типа 700-850. Да, одноразовая система становится более автономная. Но чем больше аккумулятор, тем меньше внутри резервуар для жидкости. А в одноразовых системах, естественно, не перезаправляемых, самая важная история, это объем жидкости внутри. Чем больше жидкости, тем больше оно у тебя проживет. Короче, начинаем пробовать на обзоре пять вкусов, которые прислали мне ребята. Погнали! Первый вкусец или же аромат. Карамельный табак. Карамельный табак. Сразу же с табачки начинаем. Ну, пахнет табачкой сладкой. Пробуем. Это вкусы из разряда тех, которые я могу назвать парибельными. То есть, у нас есть парибельная табачка. Я делал подобный вкус, карамельный табак, и примерно на то же самое я опирался, когда мы создавали свой собственный вкус. То есть, здесь в основе вкуса это десертный аромат с 20-30% послевкусием табачного листа. То есть, все-таки это табачка. Пахнет она как табачка, но на вкус в основе своей это все-таки у нас десертный вкус. Я бы это вот так назвал. Очень приятная затяжка. Это здесь классическое что-то порядка там 1,2 мм. Что-то примерно вот такое. Классическая, среднестатистическая сигаретная затяжка. Более чем комфортная. Вот в особенности для вот таких вот одноразовых систем. Многие люди пыжатся постоянно, что они слишком свободные или наоборот слишком тугие. И тем и другим не нравится. Но, к сожалению, все так же регулировки обдува здесь никакой нет. Хотелось бы, чтобы шпингалетик все-таки появился, чтобы можно было под себя подстроить. Но меня дефолтная затяжка здесь более чем устраивает. Приятный объемный карамельный вкус. Хорошая сливочная составляющая вкуса. То есть она такая типа, как сказать, десертная. В какой-то степени даже можно подумать, что она слегка кофейная. Нет, ни хрена. То есть типа здесь у нас карамель. Чуть не сказал соленая карамель. Нет, в одноразовых системах ты точно не почувствуешь соленую карамель. Соли точно ты там не почувствуешь. Короче, одноразовая система у нас в основе вкуса десертная. Объемная хорошая карамель на послевкусии, как я сказал, где-то 20-30% табачного листа. Парибельная табачка более чем зайдет. Пробуем следующий. Жасминовый чай с малиной. Господи, а как они переливаются? Может вот так лучше показывать? Типа вот просто. Жасминовый чай с малиной. Вот. Прям по глазам аж мне через камеру бьет. Жасминовый чай. Пахнет как будто бы типа чем-то ягодно-фруктовым. Пробуем. Фу. Сразу же чаек пошел. Здесь вот типа вот эта история с цветочными а-ля ароматами. Типа розы, чего-то вот такого. Немножко похоже что-то как будто бы цветочно-пылевое, но нет. Больше все-таки он цветочный. На послевкусиях он сухо-зелено-чайный. Вот так бы я назвал этот вкус. Он очень мягкий. Приятная вообще составляющая у аромата. То есть типа он, как-то объяснить, он очень мягкий. Он легкий. Он не с перебором. Очень такой типа усредненно-аккуратный вкус. Я бы вот так это назвал. Этого вот более чем достаточно. Вот сколько раз тебе говорил про одноразовые системы, которые там с экранами, с настройками мощности. Это вот самый минимум по настройке мощности, который можно вот сделать на данный момент в этих всяких а-ля умных одноразках. Где там типа вот эти вот экраны, понатыкали регулировки, два койла. И вот это вот вся история. А сейчас уже одноразовые системы на четырех койлах выпустили на 40 ватт. Ждем восьмикойловый на 100 ватт, чтобы вообще отрыв жопы был. Не знаю, зачем они это делают. Экраны вот эти огромные, блютусы в одноразках. Зачем? Чтобы что? Ну типа ладно, прикольно. Допустим. Это отдельная тема для разговоров. Не будем туда углубляться. Я на самом деле не такой фанат вот этих вот чайных вкусов. Единственные вот чайные жидкости, которые мне когда-либо нравились, это мы делали чай с мородина-лимон. Вот что-то примерно так вот векторно. То есть типа в меньшей степени чайный, в большей степени он какой-то такой фруктово-ягодный, я бы вот так и назвал. Там лимончик, вот эти вот все дела. Это сухой, сдержанный, аккуратный вкус. Очень-очень мягкий. Чайный аромат очень хороший. То есть он прям такой вот типа что-то вот под разбавленного черного чая или же в чистую зеленого чая. А тут же у тебя цветочки где-то вот эти вот подлетают. Что-то вот типа, ну самое близкое, что я могу тебе сказать, это вот типа есть жидкости, на которых написано росе. Типа с розами. Вот как-то так. Вот типа вот этот вот жасмин чем-то похож на розы. Но опять же не похож на ромашку и на полевые цветы. Потому что тогда бы она уходила уже куда-то в мед. Вот в это вот во все. Здесь же все-таки больше такой типа цветочный аромат. Пробуем следующий. Летний лимонад. Да господи, я не так. Вот так буду показывать все. Летний лимонад. Summer Lemon. Возможно типа это летний лимон, не лимонад. Пробуем. Жидкость со вкусом. Либо лимонной конфеты, как я это называю. Либо со вкусом, сейчас я тебе точнее скажу, со вкусом подложки вот этой вот лимонадной. То есть я про это тебе уже несколько раз говорил. Добавь туда малину, получится малиновый лимонад. Добавь туда, не знаю, арбуз, получится арбузный лимонад. Что-то типа того. Очень приятная, мягкая, я бы вот так назвал, нейтральная подложка. Типа лимонные конфеты из разряда конфет-взлет. Что-то типа того, вот которые перед взлетом раньше в аэрофлоте давали тебе вот конфетку. На, держи вот во время взлета, чтобы тебе там уши не закладывало или что-нибудь типа того. Больше такого нету. Я тебе даже больше скажу. Уже и соки перестали в самолетах давать. Не так давно я летал в Казани и я был крайне удивлен и обескуражен. Что тебе подходит и говорят, воду с газом без газа, чай кофу. Все. Никаких тебе соков, никаких тебе лимонадов. Раньше, помню, еще J7 давали. Короче, по данному вкусу все максимально просто. Очень хороший, мягкий, легкий лимон. Лимон без кислинки. Это вот типа сладкий лимон. Типа лимон засахаренный, как его еще называют. То есть, типа, когда лимон нарезают, сахаром засыпают в холодильник. Он там типа разэтывается. Как-то, ну, лимонным соком типа растворяется сахар. И в таком вот сахарном сиропе лежат лимончики. Можно просто кушать, можно в чай добавлять сразу типа сладкий лимон. Он и лимон добавит, и сахара добавит. Вот такие вот тебе старческие приколы. Хороший вкус. Самое главное в этих одноразовых системах, почему мне понравились они в прошлый раз, почему я две с обзора выпарил полностью, потому что очень хорошие мягкие вкусы. Мне этого более чем достаточно. Очень аккуратные. Вот это вот все-таки мне не нужны ни экраны, ни вот эта вот вся чепухня в одноразовых системах. Мне это неинтересно. У меня другие цели в жизни управления поездом. Просто вот типа аккуратный форм-фактор. Вот типа очень хорошо лежит в руке. Очень удобный. Если бы еще загубник вот этот был, не пластиковый, а такой вот резиновый силиконовый, вообще бы было просто замечательно. Хотелось бы добавить, конечно, что здесь у нас горит типа просто белый светодиод, и когда она разряжается, вот типа это недостаток этих одноразовых систем, как и миниканов предыдущих всех. То, что просто один индикатор у тебя. То есть он горит, и потом он просто поморгал, и все. То есть это очень неожиданная разрядка устройства. То есть нет отслеживания заряда. Горел бы хотя бы типа светодиод тройной, то есть типа зеленый горит все в порядке, и синий уже средняя зарядка, красный ты уже понимаешь, что вот-вот она разрядится. Здесь будет всегда неожиданная разрядка устройства. Это вот как бы его такой вот типа существенный, я бы вот так назвал, недостаток. А типа резиновый загубник, это просто был бы хороший бонус. Пробуем следующий. Кубинская сигара. С ароматом кубинской сигары. Я уже ее понюхал до того, как включил запись. И пахнет она очень плохо. Но если первый типа был парибельный, такой типа запах, что-то сладенькое такое вот типа здесь, ничем хорошим вообще не пахнет. Пробуем? Какая же срань, господи. Ну это вот прям табачка-табачка. Вот те, кто знают, как смотреть мои обзоры, типа вот это вот противная ваша парибельная табачка. Несладкая, нехолодная, сухая, терпкая, злющая. Вот просто как будто бы полный рот песка себе натолкал. Вот такая вот она типа. Но они такими должны быть, я это прекрасно понимаю. Это должен быть невкусный вкус. Он специально таким сделан. Как вот эти вот все какие-то там типа, сейчас я вспомню, бурбонные, типа табак с бурбоном, табак с ромом, еще какие-то вот такие вот плотные, такие прям вот такие вот вкусы. Этот вот очень сухой, горький, как будто вот, я не знаю, вот просто растворим в кофе ложку вот так в рот засунул, и он такой типа приторно-горько-противный. Вот ну типа кофе. Здесь за счет того, что опять же я говорил, то что все вкусы аккуратные, он противный, но не противный настолько, что прям ве. Ну что прям, что фе был вот такой. Он просто невкусный вкус. Я бы вот так это назвал. Это для меня непарибельная табачка, я такое не люблю, но опять же, я больше чем уверен, что есть определенный каст людей, которым нравятся подобные вкусы. Винить за это я их не могу, и поэтому пробуем последний на сегодня. Но перед этим я хотел бы поблагодарить гиганта вейп индустрии, ребята с компании ВУПУ. Это производители бокс-модов, подмодов, подов, всякого разного железа для вейпинга, которым пользуются десятки тысяч людей по всему миру. Ну и конечно же сайт GoSmoke, это сайт долгожитель, который работает с 2016 года, так же как и я. Еще, ребят, на сайте мы активировали промокод KRBK, который дает тебе небольшой бонус. Огромное вам, ребят, спасибо за поддержку моего канала. Зеленое яблоко. Green Apple. Тут опять же написано Dual Mesh, все дела. Мне, кстати, интересно, вот в этой одноразовой системе Dual Mesh, я что-то забыл спросить у производителя, наверное, мне они потом напишут, скажут, типа, здесь вот работает изначально попеременная вот эта вот сетка, либо как-то она еще разжигается, разгорается, скорее всего, должна работать попеременно всегда. То есть, типа, мы знаем, типа, длинная сетка, и у нее загорается верхняя часть, нижняя часть, верхняя часть, нижняя часть. За счет этого у нас продлевается срок службы одноразовой системы, и вкус от самого начала до самого конца у тебя будет практически неизменным. То есть, вот этот вот очень хороший принцип Dual Mesh, это, я бы даже сказал, единственная полезная инновация, которая была за все время одноразовых систем, когда придумали вот эту вот двойную сетку. Это очень круто было сделано. Все, что дальше, это свистоперделки. Экраны, вот эти вот все, мерцалки, вся вот эта вот пижня, это все тут не нужно. Пробуем. Зеленое яблоко. На запах вкус мне показался рисковатым, рисковатым, ну, типа вот, а сама вот ароматика, просто вот нюхаешь, он такой, типа, вот рисковатый, как будто бы, такой, типа, чуть с перебором. Пробуешь, и опять же возвращаемся ко всем четырем попробованным вкусам. Вкус он вот такой, подожди, подожди, усредненный. Много раз проводил вот эту вот аналогию, когда, типа, ешь жвачку, первые, типа, 10-15 секунд, они такие очень плотные у жвачки, ядовито-ядреные, она тебе по максимуму отдает вот этого вкуса, и потом следующие, типа, 5-10 минут жевания этой жвачки, это вот этот вот усредненный вкус. Вот это вот, это и есть вот этот вот усредненный вкус. Его более чем достаточно, он адекватный, он внятный, здесь нет кожурки, я бы вот так сказал, есть какой-то даже, типа, оттенок немного сахарно-леденцовый, понятное дело, они все сладкие вкусы, кроме табачки, вот той этой кубинской сигары вонючей. Короче, они все сладкие, такие вот в меру, и за счет этого получается такая вот иллюзия того, что это какой-то вот такой, типа, яблочный леденец. Очень хорошее, приятное яблочко, вот, типа, мне кажется, Жоржу Батарейкину вообще бы залетел такой вот вкусец, он любит вот зеленое яблоко, это вот какой-то такой хороший яблочный вкус. У него нет кожурки, он не отдает сухим сидрам, мне этого более чем достаточно, и плюсом ко всему, он не химозный, нет какой-то парфюмерии во вкусе, то есть он рисковат на запах, но вкусово, он очень легкий, легкий такой, типа, ну, я не могу назвать все-таки это не яблочным соком, не каким-то вот таким вот напитком, это именно вот какой-то такой яблочный леденец, как был у нас вот лимонный леденец вот с этой вот сладкой подложкой, также у нас есть яблочный леденец, просто типа конфетка со вкусом яблочка зеленого. Все. Перепробую все вкусы, которые хотели от ребят из Starbucks, они же ProVape Starbucks, и вот эти вот все дела, от ребят из ProVape одноразовая система Starbucks. Давай, конечно, про все это дело побеседуем, поговорим. Скажу тебе так, так как мы выбираем в любом случае меньше всего понравившийся вкус, это вообще не моя история, вот эти вот сухие, злые, кусучие, приторные табачки, я такое не люблю. То есть она плотная, сухая, такая горькая, я такие ароматы не люблю, для меня гораздо более парибельные. Первый вкус это карамельная табачка, где у нас табака где-то 20-30% в конце, здесь 100% вот этого послевкусия вот отсюда-ва. Если вначале у нас все смягчено какими-то карамельно-сливочно-кремовыми вот такими молочными нотами, ароматами, я бы вот так это даже мог назвать, то здесь никакого смягчения нет, просто долбит вот такая вот злющая, сухая табачка. Я вот говорю, как будто взять вот просто вот, ну нельзя, ни в коем случае так делать не надо, но вот типа сейчас осень, листик вот с улицы возьми, в рот вот засунь, вот так пожуй, вот эта пыль, сухость, вот такое вот все прям хрустящее, сухое, прилипающее, какое-то вот такое, вот примерно вот такой вот этот вот вкусец. Раз уж я выбрал менее всего понравившийся вкус, больше всего понравившийся для меня будет довольно неожиданным, скажем так, первый вкус, он хороший, табачный, то есть типа вот эта вся история, вкус, который у нас леденец и леденец, то есть яблочный, лимонный леденец, они где-то наравне, то есть кому что больше нравится, кому-то больше лимонный аромат и кому-то яблочный, так, я возьму все-таки вот этот вот вкусец, который розовенький, это вот этот вот жасминовый чай, допустим, Очень приятный, легкий чайный аромат Нет чайности Вот это чересчур сухой Высушенный, я бы вот так назвал Он смягченно, как будто бы Немножко сливочный, немножко чайный Чуть-чуть зеленого чая Немного цветочных, каких-то вот таких Нот, типа розы, чего-то вот такого Может быть даже в какой-то степени он такой Травяно-цветочный чай Как-то вот так бы я это назвал Но это хорошо, это вкусно, опять же Ребята, большие молодцы, все свои какие-то Основные претензии я высказал Самый главный вот момент это По вот этому вот светодиоду, то что он Однотонный, просто белым горит Либо белым не горит, и все Типа они максимально неожиданно разряжаются Это вот какая-то моя единственная претензия С учетом того, что вот я говорю, что я два вкуса Выпарил, и типа каждый раз Они разряжаются максимально неожиданно Ты просто ее паришь-паришь Нет никакого снижения мощности Просто паришь-паришь-паришь, хопа И она типа перестала работать в секунду Ты смотришь, как бы села зарядка Пошел, поставил на зарядку, все заряжается На этом все, да Можем заканчивать данное видео Я хотел бы сказать большое спасибо производителям Ребятам из компании ProVape, конечно же За предоставленные мне одноразовые системы на обзор Большое спасибо, и отдельное спасибо за поддержку моего канала Тебя, друг, как всегда, прошу подписаться на мой телеграм-канал Который называется Миша Коробка В нем также выходят мои видеообзоры Еще там есть ламповый чат для отдельного общения Еще я там записываю кружочки Если тебе подобное интересно, подписывайся, конечно же, на мою телегу Также мы снимаем собственные продукты В данном видео это будет линейка жидкости Monach Выпущенная в шести вкусах Линейка жидкости Monach Shock Наша кисленькая линейка Также линейка жидкостей Mishka Husky Выпущенная в двенадцати вкусах Это фруктово-ягодно-мятная линейка Обе эти линейки 50 на 50 Для тугой затяжки, МТЛ, или же подсистем Или же маломощных устройств Просто маломощных Ну и теперь абсолютно точно все, да Давай прощаться Если ты впервые оказался на моем канале Ты не знаешь, кто я такой Меня зовут Миша Приятно познакомиться И добро пожаловать в мою коробку Но если вдруг мы с тобой давным-давно знакомы И ты все это прекрасно знаешь То просто-напросто Пока Спасибо большое за просмотр Как и всегда Счастья, здоровья, благополучия, земледелия и плодородия Всего хорошего Думайте сами Решайте сами Иметь или не иметь Иметь или не иметь Вот, все Ты заходи Если что Следи за собой Будь осторожен Следи за собой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok